доброго всем дня за окном прекрасная летняя погода я искренне надеюсь на то что у вас все хорошо настроение отличное коллеги меня зовут диляра бектагирова я сотрудничаю со скай энк уже пять лет пришла в школу будучи студенткой второго курса за это время через меня уже прошли сотни учеников и среди них были конечно же и те кто планировал заниматься не долгосрочно а временно например летом и сегодня я рассмотрю такие кейсы подробнее давайте поговорим о том стоит ли браться за такого ученика каких целей с ним реально достичь и как в зависимости от задачи грамотно выстроить программу обучения для начала скажу одно мой ответ да браться за летних давайте назовем их так учеников конечно же стоит почему в первую очередь это вызов это шанс прокачать себя как профессионал также это дополнительный доход особенно для преподавателя это актуально летом важно также то что при определенных условиях есть шанс того что ученик продолжит заниматься с вами и после летних каникул но об этом мы поговорим чуть позже итак какая же категория учеников приходит заниматься чисто на лето наиболее часто встречаются такие кейсы первые школьники которым за лето нужно подтянуть английский второй кейс это взрослые которым нужно освежить знания перед отпуском так называемый английский для путешествий и третья категория это люди могут быть и дети и взрослые у которых нет конкретной цели это занятия из разряда просто для себя начнем с первой ситуации со школьников подтянуть английский в понимании родителей как правило означает наверстать упущенный за год здесь все просто мы берем у мк и проводим диагностику а смотрим на пробелы начинаем работать над ними только конечно самое главное работать над ними нужно креативно чтобы ученику не было скучно к репетитору его явно привели не скучать так ведь и это могут быть курсы учебно-методические комплексы которые содержат больше игровых заданий особенно для учеников начальной школы или в большей степени ориентированное на говорение для подростков это будет актуально например для начальной школы подойдет а у discovery land издательства пирсон курсы этого комплекса это законченной истории для подростков подойдет speak out обязательно поделимся с вами ссылочкой на материал моей коллеги татьяна которая подробно пишет о летних занятиях с детьми и в целом по поводу детей рекомендую заглянуть в наш блог sky teach там есть отдельная рубрика посвященная им где вы можете найти советы по методике готовые планы уроков например план летнего занятия для детей по теме скауты и мир кемпинга перейдем к следующему кейсу это английский для путешествий еще одна краткосрочная летняя цель вполне конкретная что безусловно плюс ведь мотивацию такого ученика уже имеется вам нужно лишь подогревать интерес курс английский для путешествий так или иначе начинается с подготовки к путешествию мы можем разделить этот курс на несколько этапов и те бронирование жилья выбор ресторанов интересных локаций для поездки ознакомление с полезной лексикой для путешествий проработка ролевых ситуаций и непосредственно ориентирование на местности подробнее про каждый из этапов вы сможете прочитать моей статье ссылочку также обязательно дадим давайте сфокусируемся на одном сейчас ради примера а именно на полезные лексики и ситуации снова будем делиться с вами полезными ссылками одна из них это 100 полезных фраз для туристов вы можете открыть эту ссылку ознакомиться со всей лексика которые там представлены попросить ученика выбрать самые самые полезные и выписать их для тех кто работает на нашей платформе есть возможность добавить слова чтобы ученик видел их в приложении skyeng студент при желании может распечатать этот материал чтобы не растеряться за рубежом в поездке когда под рукой не будет интернета такие ситуации тоже не редкость так выглядит этот материал очень интересный и полезный опять же можно использовать в качестве раздатки можно добавить в приложение в общем как вашей душе угодно пожалуйста используйте мы стараемся для вас что касается ситуации до ролевых ситуаций для того чтобы ознакомить ученика с ними с теми ситуациями которые могут возникнуть путешествия я рекомендую вам посмотреть вместе с учениками обучающие видео про марка и эли ссылочку тоже конечно же приложу советую вам посмотреть и отработать эти диалоги так как ученик должен быть готов к таким ситуациям вообще марка и эли это старая добрая классика найти очень люблю эти персонажи еще с далекого 2017 года когда только начала работать на платформе вимбокс когда они у нас фигурировали там в качестве персонажей и в случае если вы с учеником готовитесь к поездке это будет здорово вы можете рассмотреть типичные ситуации в которые попадают эти герои аэропорт ресторан рецепшен отеля и так далее что касается определенных поездок если вы с учеником готовитесь к определенной поездке обязательно подготовьте соответствующий материал к уроку интересные видео на youtube например да вы можете обсудить местную кухню достопримечательности стереотипы о жителях различных стран лично я уже не раз готовила студентов поездкам такие страны как германия финляндия турции и бельгия и каждый раз находила что-то интересное и полезное для них также мне нравится один влог о путешествиях его снимают немецкие ребята и эти два молодых человека рассказывают о самых интересных местах того или иного города за пять минут очень интересный формат который вполне подойдет для занятий длительностью там 45 50 минут ссылочку тоже обязательно на этот youtube канал я приложу и третий кейс он кажется легким хотя по факту он самый непростой это ученики которые говорят что будут заниматься для себя вот у меня отпуск месяц-два я просто хочу освежить знания с кем-то поболтать на английском ну ну и все собственно говоря очень часто встречается такой случай но даже если ученик вам говорит о том что заниматься он хочет для себя нужно постараться конкретизировать чего именно он хочет у нас к нк на водном уроке методист всегда спрашивает с кем планирует говорить ученик на какие темы он хочет разговаривать что изменится в его жизни когда он достигнет своей цели и так далее постарайтесь что называется выудить эту информацию дабы сделать обучение эффективным в любом случае каждый преподаватель это не секрет да хочет удержать ученика никому не выгодно вкладывать время силы а потом просто потерять ученика потому что он вышел из отпуска и пошел обратно делать свои дела поэтому здесь основная задача ваша как преподавателя завлечь ученика так чтобы ему не хотелось эти летние занятия прекращать уроков у вас здесь четное количество и они должны произвести бау-эффект как же это сделать мы сейчас и обсудим можно предложить занятие формате челлендж я уже составил для вас to do list ссылочку конечно же вы найдете в комментариях там много интересного например готовые карточки с летними идиомами любимый ресурс quizlet надеюсь что вы им активно пользуетесь как вы видите здесь представлены различные летние идиомы ученику будет не только интересно но и очень полезно что касается тематических заданий я постаралась разработать интересные летние тематические задания материал называется английский из гамака здесь вы видите все они ориентированы на летнюю тематику давайте рассмотрим одно из заданий здесь для того чтобы у вас было понимание да например представим такую ситуацию раннее утро лето потрясающее время согласитесь не только для занятия английским но и в принципе для того чтобы обрести гармонию души и тела не так ли и что если попробовать провести урок медитацию на английском языке в качестве альтернативы стандартным уроком вы как преподаватель можете подобрать расслабляющую музыку красивые аффирмации для фона их также можно использовать в качестве форма и вы можете использовать вдохновляющие слова в процессе медитации подробнее я описываю это упражнение в своем материале да здесь делюсь также полезными ссылками и потрясающими примерами из приложения пинтерест который тоже очень-очень люблю вдохновляющие цитаты вдохновляющие медитации обо всем этом пожалуйста не забудьте прочесть я же в свою очередь надеюсь что мне удалось вдохновить вас на то чтобы браться за временных летних скажем так учеников доводить их до целей благодаря грамотному выстраиванию программы занятий и переводить их в разряд ваших постоянных студентов удачи вам замечательного лета и ярких запоминающихся уроков счастлива